Порядок, будьте добры, рассядьтесь, так как я сказала. Для пострадавшей стороны судебное заседание – единственная возможность лицом к лицу встретиться с теми, кого обвиняют в гибели их родных. Фирма, в которой работали Алексей Бажинов и Павел Байдак – Питерская. В Орле руководство компании бывает наездами. Не было их в городе и 14 января, когда случилась трагедия. Двое геодезистов спустились в траншею канализационного коллектора у дома номер 29 по улице Полесской и на поверхность подняться уже не смогли. Незамедлительно к месту происшествия были выделены силы двух пожарных частей города Орла, поисково-спасательная служба с кинологическим расчетом и техногенной группой. Земляная траншея, в которой работали люди, не была укреплена деревянными опорами. Сразу сделали вывод – спасательные службы, следственные органы возбудили уголовное дело. Следственным управлением возбуждено уголовное дело по ст. 216, ч. 3. Нарушение правил безопасности при производстве строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лет. Отвечать перед судом пришлось руководству фирмы. Встаем Богданович Антон Сергеевич. Полное померие. Имя, отчество. Богданович Антон Сергеевич. С момента трагедии прошел почти год. Все это время следствие собирало улики, опрашивало свидетелей. Если суд докажет виновность подозреваемых, то руководитель питерской компании и по совместительству студент питерского вуза может оказаться за решеткой на срок до 7 лет. Но быстрого приговора ожидать не стоит, говорят в суде. До февраля месяца будет тянуться. Сегодня только целый день допрашивали только одного потерпевшего Бажинова. Сейчас вторых будут потерпевших. Параллельно в судах города рассматриваются и имущественные споры. Так несколько дней назад арбитражный суд обязал фирму «Гаджет» выплатить мэрии Орлане устойку за просроченную работу по строительству коллектора для микрорайона «Зареченский». Сумма неустойки составила свыше 9 миллионов рублей.